друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш телеграм-канал подписывайтесь и там очень много аналитического контента который обязательно поможет вам в принятии торговых решений причем мы стараемся освещать там не только мажорные валютные пары но и очень часто смотрим на кросс курсы которые могут вас заинтересовать стоит отметить конечно же что если на рынках господствуют тенденции тренды обычно эта динамика свойственно для всех инструментов и эти возможности можно использовать на везде общий такой широкий взгляд на то что сейчас на рынках происходит это преобладание оптимизма хорошее рыночное настроение которое способствует восстановительной динамике рисковых инструментов мы видим как параллельно с этим снижаются инструменты относящиеся категории защитных ну разве что исключение золота но золото в целом сейчас исключение по новостному фону потому что золото которое всегда была самая лучшая страховка от инфляционных рисков наконец-таки впервые за последние лет 30 точно столкнулась с вот этим мощным инфляционным давлением и как раз это и способствует развитию восходящей динамики пару слов буквально в моменте о том что сейчас по золото мы видим наша цель была друзья 1900 долларов за тройскую унцию я вас всех поздравляем эту цель сделали и сейчас золото котируется выше 1905 как и ожидалось пробой этого сопротивления оказался невялым мы видели мощную дневную свечу диапазон который превысил 20 долларов и при таком пробое который наблюдался я практически без каких-либо сомнений могу предположить и сказать что это восстановительная динамика по золоту продолжится и дальше возвращаясь к общим рыночным настроениям действительно трейдеры продолжают следить за общим глобальным новостным фоном и как вы наверняка могли заметить у нас все меньше новостей связанных с к видом то есть причин сеять снова панику нету никаких плюс ко всему мы видим как активно продолжают сниматься карантин ограничения восстанавливаться экономическая активность подстегиваться экономический рост мы анализируем повсеместные индикаторы производственной активности сфер услуг и везде друзья да но может быть мы не видим еще а тех значения которые наблюдались и которые мы привыкли в девятнадцатом году но ведь я думаю что выйти на них не удастся даже при самом оптимистичном раскладе от за очень короткий промежуток времени но нужно счета начать и сейчас моменте мировой экономики очень хорошая база чтобы при сохранении текущей тенденции мы вышли на все эти топовые показатели по макроэкономическим данным девятнадцатого года уже либо в конце этого либо а в начале двадцать второго пока что друзья я рекомендую работать по тренду это наверное самые лучшие рекомендации которую можно только дать особенно тогда когда тренды настолько устойчивы как сейчас посмотрите на индекс американской валюты 89 58 пробой поддержки 89 66 и мы полетели ниже 89 58 а с точки зрения техники сейчас вообще нет каких-то рубежей за которые можно было бы сейчас зацепиться я думаю что если мы опустим вот это технический анализ а сфокусируемся только на фундаменте мы поймем что текущие значения индекса они даже по-прежнему завышены индекс доллара должен стоить ниже тем более что у нас параллельно снижение доходности американских облигаций десятилетки 1 57 сотых процента это минимум за последние три недели если сравнивать динамику индекса доллара с динамикой рынка казначейских облигаций в принципе на этом анализ можно закончить если у нас четкий тренд нисходящий по доходности трежерит значит сто процентов доллар будет снижаться сейчас это и происходит но в качестве такого десерта скажем для тех из вас кто интересуется фундаментом вместе со мной почему доллар остается под давлением доллар цепляется точнее продавцы доллара цепляются за удержание американским регулятором стимулирующие монетарной политики и голосующие члены фрс о которых мы послушали на этой неделе буллард брейнард эванс и кларида они все подтвердили что до инфляция в ближайшем месяце она еще вырастет и основной индекс потребительских цен и базовая инфляция но этот рост будет временным и совершенно недостаточным для того чтобы те лица которые ответственны за принять решение по сворачиванию программа количественного смягчения и повышение процентной ставки отказались от своих прежних взглядов сохранения именно мягкой риторики пока у нас не меняется позиция фрс пока она снижается доходность американских от режериса нету причин покупать доллар если вы их где-то нашли обязательно пишите в комментариях интересно будет посмотреть все что же по вашему мнению является поддерживающим фактором для индекс американской валюты по золоту в двух словах уже сказал 1905 продолжаем ставить на еще большее восстановление я признаться друзья уже нахожусь в не такой уж и большой позиции потому что выкупала золото с очень низких ценовых значений рекомендовал всегда придерживаться конкретных целевых рубежей и уровней может быть мой подход не жадничать это тоже хорошая тактика потому что в конце концов всех денег не заработаешь но если вам интересно на точке зрения того если шансы роста в район 1900 на 50 долларов за трое спонсор я хочу сказать что на есть европейская валюта 1 2258 сначала вчера разочаровали данные по ввп германии за первый квартал а минус 1 8 процента оценка это отражение тех локдаунов и ограничительных мер которые действовали в рамках ведущего локомотива валютного блока в первом квартале эта статистика является логичной у меня к ней вопросов нет никаких но я предлагаю вам сразу же автоматом забыть о слабом первом квартале и сфокусироваться на том периоде этого года который еще остался когда германия без этих карантинных ограничений когда германия будет пользоваться поддержкой отложенного потребительского спроса бешеных производственных заказов и высоких показателей экспорта то есть уже во втором квартале мы увидим сильные данные если сомневаетесь вчерашний отчет бизнес оптимизма ифа который оценивает что может произойти с промышленностью германии на ближайшие шесть месяцев по мнению крупнейших промышленников именно германии то оптимизм но выше наверное сейчас и придумать нельзя 99 и 20 96 и 6 это максимальное значение за последние два года то есть даже в девятнадцатом году друзья у нас значение по ифа были ниже поэтому европейская валюта продолжит расти на основании сильного национального фундамента и на основании слабого американского доллара фунт против американца 1 4164 здесь про просто держим длинную позицию по налоге с тем что мы делаем по евро основная причина это фонд позитивный по англии и слабый американский доллар доллар канадец 1 20 46 напоминаю друзья что у нас три а столпа именно роста канадца которые сейчас в игре это доллар слабый это дорожающая нефть и позиция канадского регулятора которая была озвучена атифом маклимом руководителем банка канады в начале этой недели о том что он по-прежнему привержен а политики постепенного выхода из немыслимых для канады экономических стимулов буквально три недели назад банк канады первым среди стран большой семерки сократил программу количественного смягчения но и были опережающие индикаторы впервые тоже среди регуляторов стран большой семерки что вслед за полным сокращением программы количественного смягчения ориентировавшие на начале 22 года могут быть повышены процентные ставки до 0 5 десятых процента поэтому 50 пунктов мы точно сделаем а возможно даже уже в рамках текущей торговой сессии тем более что сегодня у нас есть катализатор для рынка нефти это данные по запасам которые выйдут 17 30 по московскому времени на основании релиза американского института нефти могу предположить то что запасы снова снизится и при снижении запасов бренда легко доберется до 70 долларов за баррель что собственно нам и нужно а кстати по поводу рынка нефти еще один фактор связанных связанных с сезоном штормов в атлантике это были не просто предостережение друзья уже сейчас до начала фактического этого сезона формируется буря который прогнозирует что она станет штормом и ураганом в перспективе ближайших двух недель есть уже имя у этой бури она будем следить за развитием событий но по опыту того как происходит это как стихийное бедствие влияет на общую ситуацию с нефтедобычей мексиканском заливе я думаю что даже на 70 долларах за баррель друзья мы в ближайшем месяце не остановимся это собственно все что я хотел сегодня вам рассказать хорошего вам торговой сессии всем пока